А вы знаете, что в ваночном пиве содержатся лошадиные дозы женских гормонов? Знаете об этом? Мало кто знает. И что в течение двух лет такого употребления пива мальчики превращаются уже в девушек. Только не совсем. Грудь вырастает, конечно. Но кое-что не отпадает еще. Ну, может, если добавить туда побольше гормонов, может, тоже отпадет, кто его знает. А вот и случайно делается это? Преднамеренно. Потому что вот такие молодые ребята через несколько лет становятся импотентными, бесплодными. Это 100%. То есть обратное то, что я говорил о женщинах, тоже самое приводит. Женские гормоны для мужчин, особенно для молодых парней, приводят к тому же. Потому что молодежь не может позволить себе купить пиво, хотя против волковоли, дорогой, потому что нормальное пиво без женских гормонов стоит порядка 500-600 рублей кружка. Поэтому большинство молодежи это позволить не могут. И вот они покупают баночное пиво и так далее, и так далее. Которое накачано, специально для них и производится. Для чего? Это генетическое оружие. Конечно. Но если молодые парни станут стерильными, что это получится? А если женщины, девушки, тронуны с стерильными, которые применяют противозначительные средства с 12 лет? Атрофирование яичников, матки, недоразвитие женской системы, мочеполовой системы. Это что? Шутки? Это не шутки. Вы уже не понимаете, что война идет давным-давно. Просто люди привыкли, что и везде навязываются. Что война это когда кровь льется, бомбы взорваются, пули свистят. Это убеждает, что только такая война есть. А есть еще более опасная и смертельная война, когда ничего не свистит, никто глотки не режет, кровь не льется, а люди вымирают. Это, пожалуйста, гмо, это, пожалуйста, гормональные воздействия, это, пожалуйста, вам прививки и так далее, и так далее, и так далее. И это реальная война. Нравится нам или нет, хотим мы принимать это, не хотим. Нравится нам это или не нравится. Принимаем мы это, не принимаем. Бунтуем мы, не бунтуем мы. Пока это и есть, это и есть война. Просто нас дурят очень хорошо тем, что вмевают только одно. Вот война, когда сильно это выходит на линии фронта солдата, вот там простая война была. То есть там понятно, вот враг перед тобой, да? Вот линия фронта, с одной стороны наши, а с другой стороны не наши. И задача наших бить не наших, как можно больше, правильно? Просто. А здесь вроде ничего такого нет. Вроде... Вроде...